Эту породу можно смело назвать самой противоречивой. Увидев подобного пса, большинство людей будут его опасаться, ведь его огромные размеры позволяют этой собаке регулярно занимать места в рейтингах самых больших собак. Но самая главная особенность породы Ньюфаундленд, или как ее еще называют водолаз, не в его размере, а в его невероятно добром сердце и покладистом темпераменте, делающие эту породу самой преданной и доброй по отношению к человеку. В этом выпуске вы узнаете много интересного об этой породе. Породу Ньюфаундленд заводчики называют нежный гигант. Это большие и тяжелые собаки, а их щенки похожи на плюшевых медвежат. Но такими они остаются недолго, так как Ньюфаундленды растут очень быстро. Порода Ньюфаундленд относится к очень древним породам и получила свое название благодаря острову с одноименным названием, откуда как считается и стала распространяться. Ньюфаундленд был выведен в Ньюфаундленде в одной из канадских провинций. И в его родстве есть такие породы, как большие перенейские собаки, тибетские мастивы и лабрадоры. Внешне Ньюфаундленд похож на большую перенейскую собаку, а своими прекрасными навыками пловца и окраской на лабрадора. Изначальным предназначением Ньюфаундленда было помогать рыбакам вытаскивать рыбацкие сети на берег из воды. Кроме того, его постоянно использовали для успешного поиска различных вещей, выпавших из лодок. Ньюфаундленды способны нырять и совершать длительные заплывы. Через какое-то время Ньюфаундленд стал первоклассной спасательной собакой. Этот навык остался за ним до сих пор. Они непревзойденные спасатели утопающих. Перепончатые лапы, густая шерсть и большой размер породы сделали ее терпимой ледяным водам Атлантики, недалеко от берегов Ньюфаундленда. Эту породу также использовали для перевозки телег и охраны ферм. Он прекрасный помощник по хозяйству. Он предан и верен своему хозяину всю жизнь. В 18 веке Ньюфаундленд быстро приобрел популярность в Канаде, в США, а затем и в Европе. Собаки очень дружелюбны, получают удовольствие от общения с людьми, в том числе с незнакомцами. Сегодня Ньюфаундленд – это прежде всего прекрасная собака-компаньон, которая не утратила своих навыков и которые и так необходимы в поисковых и спасательных операциях. Ньюфаундленд – замечательный домашний питомец, который быстро привыкает к определенному распорядку дня и небольшому жизненному пространству. По своему темпераменту он очень спокоен, поэтому с виду он кажется расслабленным и отстраненным отдел. Со взрослыми членами семьи Ньюфаундленды ведут себя на равных. К малышам относятся покровительственно, оберегают их и терпеливо переносят назойливые приставания. Дружелюбности этой породы хватает даже, чтобы привязываться к другим домашним животным от попугайчиков до кошек. И если они пропадают, пес сильно переживает по этому поводу. К посторонним животным агрессии не испытывают и пытаются наладить дружеские отношения. Доброжелательность Ньюфаундленда не позволяет ему быть сторожевой собакой. Врожденной агрессивной реакцией на чужаков он не обладает. Ему нужно время на оценку ситуации. Однако, почуяв опасности для членов семьи и жилища, эти собаки молниеносно дают отпор неприятелю. Обладают высоким интеллектом, прекрасной памятью, сообразительностью и даже удивительным образом умеют предугадывать желания хозяина. Представители породы вежливы и деликатны, но совершенно не выносят критики по отношению к себе. Не терпят криков и грубых приказов. Обида оставит неизгладимый след в их памяти. Ньюфаундлендам свойственен размеренный образ жизни. Они не слишком подвижны, поэтому их активность следует стимулировать. Лучший способ – это обеспечить им возможность поплавать и поиграть в воде. Приспособлены к жизни в городских квартирах, но желательно, чтобы площадь помещения была больше средней. Идеальные условия для содержания Ньюфаундленда – это все же загородный дом неподалеку от водоема. Ньюфаундленда называют собакой с золотым характером. Он добр, предан, дружелюбен, тактичен, совершенно не расположен к агрессии. Само присутствие в доме этого добродушного великана создает атмосферу комфорта, безопасности и благожелательности. Пожалуй, Ньюфаундленды – самые социализированные собаки на свете. Главная их цель существования – это служить человеку. Они беззаветно героичны и готовы прийти на помощь в любую минуту. Полностью отдаются порученной им работе, будь то полицейская или военные миссии, сопровождение слепых и даже перевозка грузов. Недаром одно из полотен британского художника Эдвина Генри Ландзера, на котором во всей красе изображен Ньюфаундленд, называется достойный член человеческого общества. Свои превосходные черты характера водолазы демонстрируют с раннего детства. Малыши вовсе не капризны, быстро привязываются к хозяину, однако не надоедают, требуя к себе повышенного внимания. Не скулят и не лаят беспричинно. Взрослые собаки невероятно сообразительны и практичны. Можно даже сказать, что они обладают аналитическим умом и имеют собственное мнение по любому вопросу. Команды, которые им кажутся бессмысленными, они могут попросту проигнорировать или выполнить по-своему. А вот для того, чтобы устремиться на помощь утопающему, команда этой собаки и вовсе не нужна. Она самоотверженно бросится в воду в любом случае. Четко и уверенно Ньюфаундленды действуют в опасных ситуациях. Для этого они тоже не нуждаются в специальных указаниях. Собственно врожденная сообразительность и способность самостоятельно быстро принимать верные решения при сложившихся обстоятельствах. Это отличительная черта выдающегося интеллекта этих животных. Ньюфаундленды хорошо разбираются в интонациях человеческого голоса и легко могут определить, в каком настроении находится хозяин. Понимают, когда тому нужно оказать поддержку, находясь рядом или удаляются с глаз долой. Очень вежливые по своей натуре, Ньюфаундленды весьма болезненно относятся грубости по отношению к себе. Пес словно человек обижается, когда на него кричат. И после ссоры на некоторое время замыкается в себе, отказываясь общаться с обидчиком. Ньюфаундленды обожают семейные выезды на пикник. В салоне автомобиля они не беспокоятся. Игры на природе, особенно вблизи водоемов, где они могут вдоволь поплавать, приносят этим собакам невероятное удовольствие. Родители могут быть спокойны за малышей, если рядом с ними находится бдительный Ньюфаундленд. Он с удовольствием поучаствует в детских забавах, но рискованные шалости пресечет самостоятельно или громким лаем оповестит об опасности окружающих. Понятливость и отличная память Ньюфаундленда превращают обычные тренировки в приятное времяпровождение. Пес все схватывает на лету и часто, не дослушав задание до конца, пускается его выполнять. Команды этой собаки следует давать спокойным тоном, не повышая голос. На требовательные приказы и крики она попросту не станет реагировать. Собственно, это и не требуется. Ньюфаундленда достаточно о чем-либо вежливо и мягко попросить, и он с готовностью откликнется на любое пожелание. Ньюфаундленд – собака-однолюб, отдав свое сердце одной семье, он навсегда останется ей верен. Сменив по каким-то причинам хозяев, пес будет вежлив с ними, но от тоски по родному дому избавиться не сможет. Новым хозяевам будет сложно установить доверительные отношения с таким питомцем. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, какая порода у вас и о каких еще породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.